Если вы не видите инспектора, это вовсе не означает, что инспектор не видит вас. В связи с участившимися наездами на пешеходов, перебегающих дорогу не по зебре, сотрудники ГАИ начали скрытое патрулирование улиц города. С виду неприметная машина, без специальной цветографической схемы и сигнальных маяков, но в ней дорожные полицейские. Нарушителям, попавшим в поле зрения инспекторов, от наказания не уйти. За правонарушение, связанное с переходом проезжей части в неположенном месте, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 500 рублей, либо предупреждение. Опять же, это на усмотрение инспектора ГИБДД. Эта женщина, видимо, за спорт и здоровый образ жизни, к чему приучает и своего ребенка. Вот только место для пробежек они выбрали неправильное, да и время неподходящее. Поблизости оказались инспекторы. Проигнорировать сигнал полицейского не получилось. Стражи дорожного порядка тоже умеют бегать. Пройти в машину для оформления протокола женщина сначала отказывалась, но пришлось подчиниться. Если мать не изменит свое отношение к правилам дорожного движения, когда-нибудь такие маневры могут обойтись ей дороже денежного штрафа. На улице Воронина полицейским тоже есть с кем пообщаться на тему правил перехода. Здесь между двумя корпусами седьмой горбольницы дорогу перебегают многие ее посетители. При этом не задумываясь о том, что рискуют в один момент стать пациентами. В каменных джунглях зебра не редкий зверь, но на каждых 10 метров переходы не организуешь. Если соответствующие знаки есть в зоне видимости, претензий к городской администрации быть не должно. Нельзя надеяться только на себя. Водитель может отвлечься или не успеть снизить скорость. Чаще всего подобного рода ДТП происходит, когда люди сами виноваты в этом. То есть выходят из-за стоячих автомобилей, в том числе и во дворах, в преддомовых территориях. В условиях плохой видимости, когда идет дождь, снег, когда видимость водителя ограничена погодными условиями. А также в темное время суток. Переход дороги в неположенном месте – русская рулетка. Можно как сэкономить несколько минут, так и потерять несколько месяцев, проведя их в больничной палате.